Легендарный казахский борец Каджимукан Мунайдпасов родился 7 апреля 1871 года в ауле Караоткель Акмолинской области. Будучи юным, Палуан обладал нечеловеческой физической силой. Молва о силаче из казахских степей быстро разлетелась по свету, и его пригласили работать в Ленинградский цирк. В 18 лет Каджимукана пригласили в цирк. Тогда выступление на манеже было довольно популярным занятием среди борцов. Он работал в конюшне, параллельно обучаясь цирковым премудростям. Уже в 20 он впервые выступил на большой арене. Тогда талант молодого борца вызвал бурю оваций. Его первым соперником, а впоследствии близким другом, стал русский богатырь Иван Заикин. Профессиональный и опытный борец с большим трудом одолел молодого казаха. Заикин был настолько впечатлен циркачом, что посоветовал ему поехать в Ленинград, тренироваться в борцовской школе. Далее последовала целая серия успешных выступлений и схваток со знаменитыми борцами. После этого за Каджимуканом закрепилось несколько псевдонимов. Черный Иван, Красная Маска и самая известная Муханура. Ты ради чего борешься? Уж не из-за денег? Нет. Хочу силу свою познать. Деньги хуже шайтана. Всех пересорят. Каджимукан боролся на всех прославленных аренах мира. Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио. Именно в японской столице Каджимукану пришлось сразиться с чемпионом по джиу-джитсу Саракики Джиндофу. Поединок без каких-либо правил. Японец действовал стремительно. Сначала разорвал Каджимукану ухо, затем губу. Но в какой-то момент казахский полуан изловчился и со всей силой бросил Саракики на ковер. Спустя некоторое время после боя японец скончался. Известный казахстанский ученый Муратхан Таникеев одним из первых начал изучать отечественный спорт. В своей книге «Каджимукан» он собрал уникальные материалы о полуане, который прославил казахские степи на весь мир. Вот как ученый описывает бой Каджимукана с японским атлетом. Тот разозлился и укусил ухо Каджимукану. А Каджимукан был еще такой с характером. Он взял его за верхнюю губу и снял сразу верхнюю часть головы. А тот сразу скончался. В более зрелом возрасте Каджимукан гастролировал с цирком и поражал зрителей своей мощью. Его коронкой был трюк с полуторатонным грузовиком, в кузове которого сидели 15 человек. Каджимукан ложился на манеж, его накрывали досками и после сам освал проезжал через силача. В военное время Каджимукан купил боевой самолет и подарил его фронтовикам. Умер казахский батыр в 1948. Историки говорят, что в конце жизни полуан много страдал и жил в нищете. Наследие великого борца живет в молодых казахских спортсменах, которые по сей день завоевывают медали по всему миру.